Привет, друзья! Это я, Иванов Алексей, и сегодня мы в Новомосковске. Ехали мы, ехали, ехали очень интересно. И, наконец-таки, приехали в место, где берет свое начало Дон. О чем мы будем говорить? Царица русской игры Лапта. Именно в этой игре сочетаются практически все элементы русских игр. История русской Лапты ведется очень давно. Упоминания о ней встречаются еще в летописях. А впервые мечи и биты для игры были найдены при раскопах в Великом Новгороде, в слоях, датированных XIV веком. При Петре I игру стали применять как средство физической подготовки солдат Преображенского и Семеновского полков. А позднее это распространилось и на другие воинские подразделения. Лапта – это исконно русская забава, сохранившая свои оригинальные правила до наших дней. Можно сказать, что это отдельный пласт русских традиций. Аутентичный элемент русской культуры, наряду с русским народным костюмом, с танцами и, естественно, русскими народными песнями. Ой, то не вечер, то не вечер. В настоящее время русская лапта получила свое развитие как самостоятельный вид спорта. Существует федерация русской лапты. Занимаясь лаптой, можно стать мастером спорта. Проводится чемпионат и Кубок России по лапте. Россия, уходим! Уходим! И раз, закладывай! В Финляндии пес сапало, в Румынии – ойна. В Америке, естественно, бейсбол. Причем считается, что именно русские переселенцы привезли замечательную игру лапту на американский континент. Потом уже она эволюционировала в бейсбол. Получается, 1-0 в пользу России. Лапта намного динамичнее. В американском бейсболе бывает, что вообще никто не бежит. А в лапте бывает, что бежит вся команда. Бросать нельзя! Егор! Ты даже сама ее пригласил к себе, да? Ты показала, вот я. Все, метр три-четыре, прям разворачиваюсь и гоняй ее. Она за тобой не успеет. Физически она слабеет. Смела? Правила лапты следующие. Ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать до противоположной стороны площадки и обратно. При этом не дав противнику осалить себя мячом. На мяч смотреть! На мяч! Великий русский писатель Александр Иванович Куприн не зря сказал про лапту. Трусам и лентяям в этой игре не место. Самое главное, что для игры в лапту не требуется какой-то дорогостоящий инвентарь, специальное оборудование или какая-то особая амуниция. Требуется всего лишь навсего теннисный мячик, деревянная, может быть, даже самодельная бита, ровные площадки для игры, а самое главное, огромное желание проявить себя в этом уникальном национальном виде спорта. С Белгородом, да, сегодня играете? Да. Порвете их? Эй! Подожди, это там что такое? Эу! Сюда иди, ребят, ну-ка пойдемте. Ты что, а? В народе ходила такая пословица, которую в свое время записал Владимир Даль «Не берись, девка, за лапту». Галин, вот скажите, как вы считаете, девочкам-то можно заниматься лаптой? Конечно. Ну, а почему можно будет там, не знаю, ходить по подиуму, заниматься танцами? Что хорошего для девочек в лапте? Ну, как что хорошего? Такая же фигура будет так сказать. Фигура. Ну, и девочки не хуже мальчиков умеют все. Воронеж, сила, играй красиво! Если мы с вами не будем играть в русские игры, танцевать русские народные танцы, петь русские народные песни, так мы можем потерять свою самоидентичность. Поэтому играйте, пойте, танцуйте! С вами был Иванов Алексей, скоро увидимся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...